мы приглашаем вас принять участие в конкурсе звездные мечты детства подробнее об этом в описании к видео художественная студия жемчужина представляет различные техники для создания творческих работ для того чтобы бумага не сгибалась и ненялась при рисовании ее лучше натянуть на планшет планшеты бывают различного размера от А5 до А1 и представляют собой ДВП с подрамником у нас это планшет 30 на 40 сантиметров мы отмеряем необходимый размер бумаги для последующей работы акрилом мы взяли лист батмана 43 на 33 сантиметра по краям делаем насечки ножницами чтобы удобнее было приклеить бумагу на углах планшета и затем весь лист бумаги смачиваем водой убираем излишки бумаги и пузырьки разглаживаем на ровной поверхности аккуратно чувствуя степень влажности бумаги чтобы она не повредилась на мокрый лист бумаги выкладываем наш планшет так чтобы по краям примерно по сантиметру осталось с запасом бумаги смазываем края клеем ПВА и прижимаем к планшету еще немного нужно продержать чтобы не отошла бумага и хорошо приклеилась так мы смазываем все четыре стороны бумаги и прижимаем аккуратно натягивая бумагу на углах проверяем там где мы уже завернули приклеили не отошла ли бумага оставляем наш планшет до полного высыхания натягивать бумагу на планшет таким образом нужно для того чтобы бумага немножко растянулась разгладилась после высыхания техника тональной растяжки будет выполнена гуашью или акрилом данная работа нарисована гуашью она называется летний дождь ее размер 40 на 60 сантиметров и выполнила ее бельженко галина в возрасте 15 лет следующая работа цветные облака ковальчук дарьи в возрасте 14 лет размер работы 30 на 40 сантиметров работа выполнена техники тональной растяжки мы берем наш планшет его размер 30 на 40 сантиметров для рисунка звездного неба мы будем использовать холодную тональную растяжку для этого берем белую акриловую краску она у нас куплена в строительном магазине в емкость для смешивания цвета выкладываем немного белой краски и голубой пигмент добавляем немного пигмента в белый цвет тщательно перемешиваем и рисуем первую произвольную полоску при тональной растяжке линия может быть абсолютно любой произвольной формы мы сделаем простую в виде волны хотя может быть ломаная линия закольцованные пятна то есть абсолютно любая форма для более сложного узора полоски предварительно можно нарисовать карандашом так растяжка будет более аккуратно добавляя в наш цвет больше пигмента мы все размешиваем и рисуем следующую полоску дополнительно нужно следить за соотношением краски и воды толщиной покрытия краской консистенция должно быть похоже на кремообразную метаноподобную однородную массу кисть также нужно подобрать так чтобы она не оставляла полоску или не сыпалась и не была слишком мягкой как натуральная белка и не тонула в краску лучше брать лоски синтетические кисточки которые нужно подобрать в зависимости от толщины наших полосок так для создания эффекта тональной растяжки постепенно мы добавляем в наш разведенный цвет больше пигмента которому мы хотим прийти в конце главное соблюдать принцип чтобы следующая полоса растяжки цвета отличалась от предыдущей по цвету и по тону то есть цвет становился более насыщенным и более темным при растяжке к темному чтобы цвет был плотнее и насыщеннее мы добавляем еще один пигмент сиреневый а затем еще глубокий синий в данном случае мы использовали сиреневые оттенки чтобы прийти к темному цвету при изображении звездного неба мы не используем чистый черный цвет и чистый белый но в декоративных работах и абстрактных выполненных фломастерами может быть использован чисто белый цвет для набрызгивания звезд мы используем светло-голубой или желтый цвет на синем фоне он создаст эффект свечения для набрызгивания мы используем зубную щетку можно также использовать расческу либо щетку для одежды для создания ровных колец у сатурна мы использовали вырезанные шаблоны можно также использовать шаблон для рисунка самой планеты мы вырезали шаблоны заранее и показываем как с помощью зубной щетки набрызгивать звезды надо нанести небольшое количество краски на щетку и ввести по щетке пальцем от этого будет разбрызгивание а и и и и и Но если вдруг в процессе разбрызгивания где-то размазалась или упала большая капля, не расстраивайтесь. Можно попробовать вымокнуть ее, либо подрисовать на падающую звезду, метеорит, астероид и космический корабль. Но необходимо следить, чтобы излишки краски не капали. Мы можем использовать для разбрызгивания расческу с мелкими и большими крупными зубьями, либо щетку для отечества. При нанесении краски на щетку отжимаем излишки краски, чтобы не капали крупные капли. В декоративных работах можно использовать глиттер или блестки. Набрызгивать двумя кистями можно на разном расстоянии от рисунка. Вот таким способом у нас получается несколько крупных звезд. Также подмешиваем разным цветам. Яркий пигмент звезд по цвету и по размеру показывает глубину звездной галактики. Также можно использовать метод отпечатков. Для создания круглого отпечатка берем любую круглую поверхность. Можно обрисовать поверхность крышки. И оставляем отпечаток на звездном фоне. Следите, чтобы цвет не был чисто белым. Подмешиваем разные цвета. Сделайте глубокий, но не грязный цвет. Дальше сделала лимонный. Можно также использовать метод трафарета. Но в данном случае мы использовали фигуру девочки на летающей космической доске между планетами. Этот рисунок – настоящая детская мечта автора. Главное – это ваше желание творить и рисовать. Я хочу рисовать! И тогда все возможно в любом возрасте. Мирослава Орехова нарисовала планету в космосе. Мирославе 5 лет. Также вашему вниманию космический рисунок акрилом воспитанницы художественной студии «Жемчужина» Качанюк Ольги. Ольге 13 лет. Ковальчук Дарья нарисовала космическую работу в возрасте 16 лет. Дорогие друзья, желаем вам удачи! Экспериментируйте с акрилом и ждем вашей работы для нашего конкурса «Звездные мечты детства». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok